Ой, как долго, мне кажется, тянулась эта информация. Мы уже готовы принять звонок. Кто с нами играет? Это Иван, я знаю. Ваня! Ваня, доброе утро! Это уже ведущий, ты нас уже должен слышать. О, здравствуйте! Здравствуйте, Иван! Ты в прямом эфире. Иван, как у вас с пословицами? Пословицами и поговорками. О, с пословицами и поговорками? Ну, я думаю, должен справиться, но более-менее. Хорошо, если кому помогать, то кому, то пускай помогают тебе. Это же нормально, семья там рядом собралась. Так, давайте. Внимание на экран. Сразу попросам режиссера вывести картинку, отгадать пословицу. Для меня всегда это тоже, знаете, этот сюрприз. Там цифра 7, потом что-то линейка, ножницы. Ну вот, отгадать пословицу. Известная. Линейка, ножницы, 7. Так, цифра 7 сначала, потом линейка с карандашом и ножницы. Ты видишь картинку же, да? Пока еще нет, гороскоп идет. А. Так, еще раз. Вот цифра 7, потом линейка отмеряют с карандашом и ножницы. Есть такая вот прям пословица. Так. С цифры 7 начинается. Вот говорят, вот столько-то это, а потом вот так. Да, это пословица про то, что нужно быть осторожным, я бы сказала. Да, все продумать. Не рубить с плеча. Иван, Иван, Иван. Иван. Я, я по сути думаю, если линейку, по сути, взять карандаш и взять, взять так ножницы, положить на линейку и начертить, то по сути получится линия. Так. Нет, нет, пословица, то есть она состоит из трех картинок у нас. А, один раз отмерть, один раз отмерть. Молодец! Ваня, да ты молодец. Логическое мышление. Все правильно, давайте сразу еще одну финальную и все, Вань, ты практически победил. Давай. Еще последняя поговорка. Там типа картинка личное дело, потом часы время, какие-то игры детские. Так. И снова часы. Ой, на слух, мне кажется, это очень сложно. Угу. Будем надеяться, что сейчас Иван поймет и все, сразу победил. Есть такая вот, хочется отдыхать, Вань, хочется поиграть, но есть ему свое время, якобы. Знаешь, что? Ага, то есть получается детское время, ну, детское время нужно отдохнуть и поиграть. Но, ну. Примерно так. Как бы да. Но нужно сначала одно сделать, а отдыхать это уже потом. Да. Тут картинки разделены на две части. Сделал дело, гуляй смело. Рядом, рядом, Вань. Делал время, а типа отдыху. Ну да, сделал дело и гуляй смело. Когда выполнил дело, ты гуляй смело. Засчитаем. Молодец, все. Нормально. Сделал дело и гуляй смело. Вот ты свое дело сделал. Тем более ты учтишь, что картинку он не видел, он на слух этапами. Аудиально. Поэтому засчитаем. Вань, мы тебя поздравляем. Вот этот набор, который перед нами стоит, он твой. Набор из шести напитков. И мы благодарим за предоставленный набор «Зеленогорский завод». Да, я уточню. Квас «Зеленогорский традиционный» – это классические технологии производства, натуральное сырье. Все-все-все полезные свойства этого знаменитого напитка. Квас от завода «Зелен» содержит витамины, аминокислоты, полезные микроэлементы. Прекрасно утоляет жажду, освежает, восстанавливает силы. И, Валера, благотворно влияет на систему чего? Пищеварение. Правильно, пищеварение. Спрашивайте во всех магазинах. Красноярского края. Ну, это уж точно. Итак, Ваню мы поздравляем. Ну, а теперь предлагаем вам воспользоваться рецептом. Это что, наверное, таким популярным, потому что скоро он вам пригодится. Рецепт окрошечки. Самый весенний суп. Для меня лично, знаете, наступление весны и окрошка, они равны. Вот если вот ты окрошку не сделала, весна не наступит. И мы начали уже поднимать эту тему весеннюю, призываем весну. И решили напомнить вам. Это знаменитый рецепт на квасе.